В Краснодарском крае весна. Кизил уже зазеленел. Нарциссы. Первые весенние цветочки. Молодой персик набрал цвет. Вот он. Это персик. Цветет уже красиво, как розовыми цветами, цветочками. Это слива. Как невеста. И по всему горскому стоит такой аромат. Вот этот аромат, вот этот вот цветение. Вот этих вот... Жалко, что не передает камера запах. Пчелы. Опыляют. Во всю. Кстати, дом продается, продается и никак не продастся. Это вот напротив маминого. В общем, весна идет. Весне дорогу. Посидели, съели тортика. Дедушка три стопочки. Выпил за здоровье внучки. Маму, конечно, не снимаю по известным для вас причинам. Но болеет человек. И, конечно, единственное, что сейчас поговорили. Хочу с понедельника заняться. Может, кто-то подскажет, как это делается. В соцслужбах кресло-каталку. Зашла на Озон, посмотрела. Ну, самое простецкое, но оно такое, как бы, не очень надежное по отзывам. От десяти тысяч и выше. Более-менее приличное. Это где-то 15-16 тысяч. Чтобы вот сейчас хотя бы в такую погоду можно было ее пересадить и вывезти на улицу. Подышать воздухом, позагорать, попринимать солнечные ванны. И тут пришла в голову идея и мне, и отцу, что... В общем, хочу позвонить. Я не знаю, с чего начать. Конечно, сейчас приду домой. Все загуглю. Что-то у меня свет горит. Я не закреплю. Все загуглю. Загуглю. Какое слово? Как это? На каких основаниях даются? Я вот этого ничего не знаю. Не сталкивалась. Слава Богу, с этим до этого. И я так думаю, что все-таки инвалидам... Вот она, второй группы. По идее, ей уже можно первую группу оформить. Но вы сами знаете, да, что оформить у нас первую группу, это надо... Пройти семь кругов ада. Никакая комиссия не будет, выезжая, переезжать тебя, освидетельствовать. Это... А для нее целая проблема сейчас вот... Это передвижение. То есть... Ну, в общем, проблема. Вот. Естественно. Ну, в общем, надо все узнавать. Может, кто-то сталкивался с этой... С такой же... С таким вопросом. Может, кто-то что-то подскажет, с чего начать, куда обратиться. Такие заявления. Но она так-то... Инвалид второй группы она. Вот дают инвалидам второй... Ну, в общем, сейчас приду домой, говорю, все погуглю. Все узнаю. Ну, от этого будем писать. Ну, а мы возвращаемся в Новомихайловске. Погода, конечно. Душа поет аж. Еще... Мама бы выздоровела. Я не говорю, чтобы она там прямо вот уже... Ну, хотя бы, чтобы могла встать, там, дойти там потихоньку как-то. И вообще бы счастью не было предела. Еду, все чисто. И вот подъезжая к Лермонтово, ничего не могу понять. Вот что это такое? Вот такое вот... Как туман, не туман. Что это? Дымка такая. Вот в ту сторону уже больше чисто. А здесь вот... Прямо на Лермонтово висит. Вот это облако. Интересно. В общем, сейчас дальше поедем, посмотрим. Остановилась Лермонтово. В общем, ваша блогер ненормальная. Это жгут костры. Ну, почему дымом-то не пахнет? Вон, на пляже в Лермонтово. Жгут мусор. И вот такая вот стоит дымовуха. Неужели это мы туда ехали? В общем, нет никаких чудес. Там просто сжигают мусор. Пойдемте на пляж на несколько минуток сбегаем. Все, к вечеру уже, конечно, становится прохладней. Здесь еще уборка полным ходом. Сам пляж Лермонтово уже так прибран центральный. Вот здесь вот еще наводят порядки. Вон, сжигают мусор. Что, интересно, за явление? Что интересно? Вот, интересно. Вот такие вот палят весь мусор. О, господи, сколько их тут, мама дорогая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть щенков. Офигеть. Подснежники вылазят. Это французский вульдог. Насколько я разбираюсь. Вот оно, необычное явление. Боря сегодня спокойная. Но не дает покоя уборщикам территорий. Только уберут. Накиви. Че засиделись? Там тоже, что ли, жгут? Там тоже все. В дыму. Ну, в общем, ладно. Не будем застрять на этом. Добавляем внимания. Выдвигаюсь на работу. Хочу помыть окна, ралеты. В общем, подготовиться немножко к весне. И все, никак не могу дойти. Я же все хочу гардероб с вами летний перебрать. Знаете, себя поймала на мысли. Вот сегодня я опять в спортивном костюме. В штанах. Вот как я пошла работать в торговлю. Так все. Все платья и юбки. Все висят мертвым грузом. Именно раз ругаю себя за это. Но. 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 Не могу заставить одеть, потому что все время что-то бежишь, все время что-то делаешь, все время в юбке очень неудобно в платье. Мои платья уже скоро довисят. Вообще уже выйдут из моды. Вот хочу с вами померить, посоветоваться. На некоторых хочу сделать разрезы. Пойдет, не пойдет. Вот руки никак не доходят. Так я думаю. Куда я их как носить-то буду? Вот что с нами делает современный мир. В основном все женщины в джинсах, в штанах. раньше по-молодости, помните колготки эти капроновые, да? Раз ногтем задел, все, поехала там. В день можно и одни, и вторые, и третьи поменять. А сейчас я купила куда-то, не знаю, сколько назад. И у меня три штуки лежит, и даже мне их некуда одеть. Ладненько. В общем, все, сейчас все дела поделаю. И вечером попробую гардероб немножко что-то там разобрать.